А теперь к теме блеска медалей и большого мужества. Армия 2021. В престижных армейских играх в этом году приняли участие 277 сборных из 42 стран мира, более 5000 военнослужащих. В копилке наших команд 4 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых награды. То есть это второе место в общих командном защите. Также Узбекистан обновил сразу 10 рекордов из установленных на турнире 37. 277. Наши герои накануне вернулись на родину. О торжественной встрече Лоу Ракаева. Россия, Беларусь, Китай, Иран, Катар, Алжир, Вьетнам, Казахстан. И это еще не полный список локаций участия военнослужащих Узбекистана. Наваина, Манган, Бухара, Фергана, Ташкент и так далее. Регионы, откуда приехали встречать героев, победители, родные и просто болельщики. И даже ожидания в аэропорту поздним вечером не было столь томительным. Встреча того стоила. Все это время следившие за новостями, ждавшие телеэфиров с долгожданными кадрами и трансляцией с армейских игр с разных точек планеты. Родители, словно сами вместе с сыновьями, проходили многочисленные этапы с препятствиями восхождения. Сейчас в аэропорту могут себе позволить прокомментировать отдельные моменты. С гордостью точно называют рекорды своих сыновей. Все это время мы следили за многими этапами проведения армейских конкурсов. Мой сын установил рекорд в инженерной формуле. Это такая гордость. В Махале только и говорят об этом. Сидеть дома, ждать его возвращения терпения не хватило. Решили приехать сюда, чтобы приблизить встречу. Такой праздник продолжается в Узбекистане. Наши военные еще раз показали себя с лучшей стороны. Они достигли высших результатов. Мы наблюдали по соцсетях, по телевизору. Весь народ Узбекистана болели за военнослужащих. За наших сыновей, отцы, матери, дети наши. Будущее нашей Узбекистана все болели от души. И наши военнослужащие показали себя с высшей стороны. Второе место в общекомандном зачете. Наши военнослужащие доказали, что Узбекистан – великая страна. С сильной и крепкой армией, готовой надежно защитить рубежи Родины. И честь страны на мировой арене. Мы встречаем наших героев. Наши военнослужащие заняли второе место. Установили 10 рекордов. Эти результаты как итог пятилетней реформы в вооруженных силах. Результат того внимания, которое уделяется со стороны нашего президента, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами и руководством Министерства обороны. Сегодня в Министерстве обороны вооруженных сил созданы самые современные условия для организации проведения боевой подготовки, повышения профессионального мастерства наших военнослужащих. Этими достижениями восхищаемся не только мы, народ Узбекистана, ветераны Министерства обороны. Восхищается весь мир, мировые средства массовой информации. Сегодня один голос утверждает, что вооруженные силы Республики Узбекистан сегодня находятся в рейтинге самых лучших вооруженных сил стран мира. А это армейская команда, их коллеги, просто спортсмены, которые не просто наблюдали со стороны, отмечают, как непросто было завоевать золото побед. Самим столько раз приходилось испытывать аналогичные нагрузки на спортивных поприщах. Они-то точно знают, какой ценой достается награда, когда буквально доли секунд решают все. Мы не просто болели, но мы успели поучаствовать в жеребьевке в Фариже, где участвовала наша команда в медицинской эстафете и выиграла в этом году. И мы очень рады и счастливы, что в очередной раз наши спортсмены выиграли и сейчас привезли высокие награды. И еще раз доказали, что наша армия одна из самых сильных. Команды приехали очень сильные, у них были сильные конкуренты. И, конечно, в упорной борьбе они доказали свое превосходство. Они победили. Ждут с нетерпением, считая минуты до приземления борта. Брата и сына, участника конкурса «Отличник войсковой разведки». Мы следили за новостями. Все это время верили, что он со своей командой не подведет и вернется с победой. Каждый этап конкурса был нелегок, и абсолютно все наши военнослужащие – молодцы. Все прошли и выдержали. Мы их поздравляем. Вот они, с кем в разведку можно и нужно. Они-то и были в числе тех немногих, кто на самом крайнем этапе осуществил восхождение в неимоверно сложных условиях, когда некоторые из команд-участниц, не выдержав, просто сошли с дистанции. Тот самый дух победителя – нация победителей, которые украшают своими именами – пьедесталы почета. В соревновании «Эльбрусское кольцо» мы заняли второе место. Военнослужащие горной подготовки Узбекистана продемонстрировали отличные результаты в конкурсах «Конный марафон» и «Саянский марш». Хладнокровие, выдержка и стремление к победе помогли пройти все – и горы, и снежные вершины, и ледовые скалы. Преодолевая километры, поднимаясь на вершины гор, покоряя отвесные скалы, когда просто необходимо было выложиться на все сто, преодолеть все участки, мы ощущали постоянно вашу поддержку, поддержку нашего президента, народа, родных и близких. Команда Узбекистана участвовала впервые в конкурсе «Десантный взвод» в рамках армейских игр 2021 года. На этот конкурс участвовали из 18 стран команды. На этапе эстафеты боевых машин наш наводчик-кооператор сержант Худайкулов установил новый рекорд на этом конкурсе. Маршрут с преодолением препятствий и со стрельбой. За рекордные 3 минуты 12 секунд. Свыше 300 военнослужащих, участники десятков конкурсов армии на плацу, точнее в строю. В руках награды, медали и кубки. В душе радость и гордость одновременно. В глазах огонь, затмивший усталость от многочасовых переездов и бессонных ночей. Вот этого момента ждали и представители руководства Министерства обороны, государственных и общественных организаций, ветераны вооруженных сил. Все наши победы мы адресуем нашей родине. На этот раз проведение армейских международных игр совпало с юбилейной датой – 30-летием Узбекистана. Впервые в этом году в «Армия-2021» учрежден такой конкурс, как «Армия культуры». Узбекистан, впервые принимая участие, показал свой национальный колорит, свою мощь в культуре, в искусстве. При этом были заняты четыре вторых места. Это дом дружбы, соло, вокальное мастерство – второе место. Судейство было в шоке. 20 государств принимало участие. Нас оценили по высшей шкале. Для нас защищать, оберегать нашу страну и показывать не только свою мощь вооружения и техники, но и покорять сердца путем искусства и культуры. Песня «Армия культуры» В их адрес поздравления. Ведь наши военнослужащие – герои с чемпионским характером, которыми гордится вся страна.